Чрезвычайная ситуация на телеканале Беларусь 4. Несчастные случаи на производстве в центре нашего внимания сегодня. В Беларуси немало профессий, которые сопряжены с риском для здоровья человека. Но этот риск сведен к нулю благодаря требованиям охраны труда. Задача нанимателя – создать безопасные условия для работы. Задача рабочего – знать правила и их выполнять. Но в жизни и те, и другие допускают нарушения и ошибки, которые, к сожалению, приводят к потере жизни и здоровья. В этом выпуске мы поговорим о производственном травматизме, о проблеме гибели людей на работе, причинах и выводах. Их вряд ли получится обобщить, потому что нарушений правил охраны труда масса, как и примеров явной беспечности и халатности как со стороны простых работников, так и со стороны должностных лиц компании. Остановимся на некоторых из этих примеров подробнее. 9 июля 2016 года в Гомеле при проведении погрузочных работ на улице Головацкого погиб работник одного из местных предприятий. 29-летний мужчина оказался зажат между автокраном и грузовым автомобилем. Смерть наступила мгновенно. Шансов на жизнь у данного рабочего, конечно же, не было. Его голова, можно сказать, была раздавлена между двумя массивными транспортными средствами. Трагедии можно было избежать, если бы рабочий не находился в опасной зоне. Мужчина руководил процессом сближения МАЗа с автокраном, который поднял груз и должен был опустить его в кузов машины. В какой-то момент водитель грузовика упустил из виду рабочего и, продолжив движение, подъехал к автокрану вплотную. 29-летний рабочий погиб на месте, оказавшись между машинами, словно в огромных тисках. По факту произошедшего в Следственном комитете тогда возбудили уголовное дело. Однако в ходе расследования выяснилось, в данном случае отсутствует состав преступления, а налицо банальная невнимательность рабочих при осуществлении погрузочных работ. В дальнейшем нами были проведены ряд дополнительных экспертиз. Выяснилось, что в крови у данного мужчины алкоголь обнаружен не был. То есть он на момент смерти был трезв. Речь о случаях смертельного травматизма на производстве часто воспринимается как печальная статистика. Но когда несчастные случаи касаются конкретных людей, это трагедия, боль и невосполнимая утрата. Несчастные случаи происходить вообще не должны. Но, к сожалению, все мы люди, все пренебрегают теми или иными обязанностями, как говорится, для того ищука, чтобы карась не дремал. Поэтому, если ослабить контроль, то есть не проводить данные мероприятия, об этом просто не напоминать, не привлекать людей, то есть некоторые люди просто будут нарушать, не соблюдать, ничего не бояться. И, в соответствии, все это будет приводить в конечном итоге к ухудшению состояния охраны труда и травмирования работников. Для рабочих, особенно опытных специалистов, неукоснительное соблюдение требований мер личной предосторожности иногда кажется излишеством. Так, 11 июня 2014 года в МЧС поступил звонок о том, что в цехе Гомельского экспериментально-сортировочного биомеханического завода под пресс попал 50-летний работник коммунального унитарного предприятия «Спецкоммунтранс». Мужчина работал в помещении один, а никто не мог достоверно рассказать, как произошла трагедия. Следствие не исключает, что мужчина хотел поправить застрявший в прессе предмет, не обесточив при этом оборудование. Многотонный пресс просто-напросто разрушил полностью тело человека, раздробив кости, внутренние органы. В данном случае, безусловно, имеет место нарушение правил охраны труда. Порой самая страшная трагедия происходит там, где этого вообще не стоило бы ожидать. В Мозере при разгрузке фуры 22-летнего парня придавило несколькими тоннами битого стекла. Парень просто пришел оказать помощь, а в результате грубого нарушения ответственными лицами требований разгрузки такого рода материалов стал жертвой обстоятельств. Шок для семьи и уголовное дело для работников предприятия. К сожалению, подобные примеры нелепых смертей далеко не редкость. В прошлом году из общего количества случаев травматизма на производстве, закончившихся летально, более половины произошло по вине должностных лиц. Причин масса, но когда инспекторы начинают разбираться, оказывается, что все кроется либо в несвоевременной проверке знаний инструкции охраны труда, либо в формализме и халатности руководителей. Нередко люди получают травмы из-за нелепых распоряжений мастеров и начальников, спешки, отсутствие контроля за необходимостью использовать индивидуальные средства защиты, а также неверные оценки уровня опасности и сложности работ. Нарушение порядка разбора старого склада стало причиной гибели 60-летнего рабочего из областного центра в сентябре 2015-го. При демонтаже внутренней обшивки ветхого строения потолочные балки оказались чувствительны к механическим воздействиям и обрушились как раз в тот момент, когда в помещении находились шесть рабочих. Четыре из них успели покинуть здание, остальных присыпало фрагментами потолочного перекрытия. Один из пострадавших отделался ушибами и переломом ноги, а вот его напарник, оказавшись в центре завала, получил травмы, несовместимые с жизнью. Причиной смерти явились множественные переломы костей скелета, головы, туловище и конечностей, разрывы и размножения внутренних органов, которые образовались в результате обрушения частей здания на этого человека. На место происшествия выезжали высшие должностные лица управления Следственного комитета, МЧС и комитета госэкспертиз по Гомельской области. Незамедлительно началось расследование. По факту гибели человека возбудили уголовное дело. Он работал в этом предприятии рабочим по комплексному обслуживанию в здании и сооружении этого предприятия. На момент работы он выполнял поставленные задачи мастером, который поставил задачу в тот день о разборке стен. Согласно утвержденному проекту, на улице Яговкина планировалась реконструкция объекта. Но документы, как говорят следователи, должны были быть подготовлены отдельно на демонтаж и отдельно на возведение нового строения. При подготовке проектно-сметной документации руководством банально были сэкономлены и время, и средства. Виновными лицами, как правило, назначаются все должностные лица по вертикали. Но необходимо установить причину следственной связи, чьи действия конкретно повлекли в вину, от чьих действий пострадал. По проекту была сделана необходимая документация. Документация передалась дальше мастеру по участку. И уже, когда сам директор находился в отпуске, и его заместитель тоже на тот момент находился в отпуске, произошел несчастный случай. Из материалов проверок следует. Мастеры участка неоднократно говорили, что выбранный способ демонтажа склада опасен. Правильнее было бы пригнать на объект тяжелую строительную технику. Но живая сила оказалась дешевле. В отношении ряда должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело. И хоть все необходимые инструктажи с работниками были проведены, нарушением стало несоблюдение порядка производства работ. Окончательную точку в деле поставит суд. На тему правил поведения и выполнения инструкции на рабочем месте у инспекторов охраны труда масса агитационных лозунгов и поговорок. Не суй пальцы куда попало, не влезай убьет, не стой под грузом, не работай без упора, не ложись заснешь и тому подобное. Однако всю проблему еще давным-давно Козьма Прутков описал емко и лаконично всего лишь одним словом – бди. Но как же бдить, если свое внимание рабочие частенько притупляют алкоголем и чрезмерной самоуверенностью в собственном профессионализме? О таких примерах наш следующий сюжет. В июне 2016-го грубое нарушение требований охраны труда стало причиной смерти электрика Мозорского домостроительного комбината. Мужчина, имеющий пятую группу допуска, нарушил элементарные требования электробезопасности, запитав рабочие инструменты и освещение не от розетки, а от оголенных проводов, которые находились под напряжением. Возможно, это не привело бы к летальному исходу, если бы не его величество случай. В помещении, где находились рабочие, перегорела лампочка. Потерпевший взял с собой вот этот штептильный соединитель, передвигаясь в подвале, видимо, разбил лампочку, взялся за патрон, пытаясь вкрутить лампочку и, видимо, дотронулся до оголенных проводов, которые были под напряжением, в результате чего получил электротравму. Два грубых нарушения одновременно. Именно так можно охарактеризовать этот печальный случай. Мало того, что электрики и его кореги не выполнили требования техники безопасности, так еще и производили работы, что называется, под мухой. Установлено грубое нарушение, грубая неосторожность потерпевшего, выразившаяся в его нахождении рабочей месте в состоянии алкогольного опьянения. В крови обнаружено 0,43 промилле алкоголя. Использование переносного штептильного соединителя – это следующая причина, не соответствующая заводскому исполнению. Кроме того, в причинах указано самовольное принятие решения выполнения другой работы вместо той, которая была поручена. Вот данные официальной статистики. За 9 месяцев 2016 года на территории Гомельской области зарегистрировано 13 смертельных случаев на производстве и объектах строительства. Тяжело травмировано 65 рабочих. Основными причинами явились несоблюдения специалистами-руководителями организации обязанностей по охране труда, нарушения потерпевшими требований нормативно-правовых актов, эксплуатация неисправного оборудования, недостатки в обучении работников правилам охраны труда и факторы организационного и личностного характера. Из материалов расследования Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда следует, что в 60% случаев производственного травматизма присутствует вина нанимателя. В остальном усматривается нарушение либо неосторожность со стороны рабочих. Так, причиной недавней гибели электромонтеров, опять же, в Мозорском районе, стало злоупотребление алкоголем на рабочем месте. По просьбе председателя одного из садоводческих товариществ, электрики взялись с работы, связанная с регулировкой уровня освещения на одной из улиц поселка. Прямого указания от руководства на данные виды работы не было. Ну, они согласились помочь. Значит, приехали на трансформаторную подстанцию, потерпевшие, как уже стало сейчас известно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 2,23 промеля. Значит, взял лестницу, залез туда, не удержался, лестница поехала, и он коснулся только ведущих частей и, предположительно, погиб в результате поражения электрическим током. Случаи смертельного травматизма порой напоминают картину из фильмов ужасов. В июле 2016-го на территории Государственного лесохозяйственного объединения «Житковический лесхоз» трагически ушел из жизни местный грузчик. Мужчина выполнял работы по торцеванию пачек лесоматериалов и оказался в опасной зоне между бревнами и подвижной металлической стенкой торцевателя. Потерпевший находился в опасной зоне, то есть между пачкой лесоматериалов и металлической стенкой подвижной, которая торцует непосредственно бревна. В момент, когда он находился между этими пачками, торцеватель работал, в результате чего потерпевший был травмирован смертельно. С целью улучшения условий и мер охраны труда на производстве с 2009 года на территории Гомельской области стали осуществлять деятельность рабочие мобильные группы. В 95% случаев выявленные ими нарушения устранялись нанимателями в течение одного месяца. Все проверки проводились внепланово и результативно. На сегодня это один из лучших инструментов профилактики случаев производственного травматизма. Что касаемо самих рабочих профессий, то есть рабочих, они правила по охране труда все знать не могут. Для этого в организации разрабатываются инструкции по охране труда, куда включаются конкретно требования безопасности, которые работник должен выполнить по своей профессии, либо тому или иному виду работ. И уже он, зная эту инструкцию, проинструктированный, прошел по ней уже проверку знаний, то есть он должен соблюдать ее. Человеческая жизнь хрупка и обращаться с ней несерьезно опасно. Это была программа «Чрезвычайная ситуация» на телеканале «Беларусь-4». Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова